Друзья, и снова здравствуйте! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодня я расскажу и покажу, как я приготовила такую вкусноту. Друзья, такой торт готовится просто, быстро, получается не только вкусным, но еще и полезным. Уверена, вас порадует результат. И начинаем с того, что нам нужно приготовить фруктовые суфле. Желатин заливаем остывшей перекипяченой водой и даем набухнуть. К смородине я добавляю сахара и взбиваю с помощью блендера. Ягоды или фрукты можно использовать абсолютно любые. Я готовлю с черникой, но смородина придает такой насыщенный вкус и аромат для тортика. Набухший желатин растапливаем в микроволновке и остужаем. Добавляем к смородине и хорошо все перемешиваем. Если вас смущает то, что будет попадаться кожица, можете и перетереть через сито. Но поверьте, именно это придаст необычный вкус для нашего тортика. Все хорошенечко перемешиваем и отправляем в форму застывать. У меня форма диаметром 25 на 30 сантиметров. Примерно через полчаса, когда мы отправили желе в холодильник, можем заниматься подготовкой основной части. Опять-таки берем желатин и заливаем водой. Даем ему набухнуть. Берем творог. Я использую домашний, хороший, вкусный творог. Кстати, как его приготовить в домашних условиях, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Добавляем сметану или сливки и сгущенное молоко. Это все нужно взбить с помощью блендера. Точное количество всех ингредиентов я напишу в описании под этим видео. В итоге вот такая вот масса у нас должна получиться. Из холодильника вынимаем застывшее желе и нарезаем кубиками. Этот торт получается по типу битого стекла, но суфле у нас фруктовое, не просто желе. И это получается очень вкусно. Форму, в которой я буду готовить сам тортик, немножечко смазываем растительным маслом без запаха. Желатин набукший растапливаем в микроволновке. И в желатин добавляю одну ложку творожной массы. Вот таким вот образом все перемешиваю и в желатиновую массу отправляю творог. Таким образом творог не свернется раньше времени. Хорошенечко все перемешиваем. Четвертую часть творожной массы откладываем в другую тарелочку и собираем тортик. Смородиновое желе отправляем к творогу и аккуратненько перемешиваем. В получившуюся массу я отправляю форму. Вы знаете, дам совет, больше в таких формах готовить и такие торты не буду. Использовать силиконовую намного проще и торт тогда получается эффектнее. Но смотрю, что все смазывают растительным маслом, потом хорошо вынимают, ничего подобного. И дальше по желанию я выкладываю печенье. У меня это песочное печенье. Вы можете его вообще не использовать, но печенье придаст какой-то более интересный вкус для тортика. Выкладываем печенье и накрываем все творожной массой без смородиного желе. Накрываем все пищевой пленкой и в холодильник на 3-4 часика, а лучше всего оставить на ночь. И на утро вот такая вот красота и вкуснота кофе у нас уже готова. Вынимаем все из формы. У меня просто так вынуть не получилось. Пришлось опускать на несколько секунд в горячую воду. Ну все-таки получилось красиво, но не то, что я хотела. Но самое главное, что это получилось очень вкусно. Если вы готовите такой тортик на праздничный стол, полейте шоколадной глазурью и будет просто шикарно. И все, друзья, можем пробовать. Это не только вкусно, это еще и полезно. А самое главное, что такой десертик с удовольствием будут есть детки. Мои были просто в восторге. Ну что ж, друзья, пока лето. Нужно пользоваться моментом. Есть чем побольше ягод, особенно с творогом. Это просто объедение. Вот такой вот рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч всем пока. И приятного вам чаепития.